Зубные коронки. Обратите внимание, это у современных людей далеко не у всех так. Без корреса. Значит, в те времена, а это третий век до нашей эры, значит, очень точный корреляц, указывающий на экономическое положение. Беднота, ест хлеб печеный в глинных печах, в тандырах. А в этом случае, при такой выточке, на корке обязательно частицы глины, которые обжигаются, да и сама корка с угольком. А из той и другой очень сильный абразивный материал. Поэтому годам даже не к 40, как здесь, а годам к 30, жевательная поверхность точно до клуба. То есть зубы разрушены, с нашей точки зрения. Так что варшни семи состоят, из рода состоят. Судя по инвентарю, который был в этом погребении, не военно-племенная дурхожка, то есть не одна из жен вождя, а скорее жрица. Так? Потому что, ну, во-первых, в первом случае она, скорее бы, всего находилась в захоронении своего повелителя, в качестве сопутствующего, в качестве свития. Ну и ряд амуретных атрибутиков говорит о том, что скорее жреческие диваны. Так что вот такая башня. А сегетариально это где? Это начало дельты Дона, то есть самый-самый донской угол Таганрубского залива. А как там со Фтором? С чем? Фтор в воде. Фтор в воде. Вы себе представляете, что такое Азовское море? По содержанию Фтора? Нет? Да не только по содержанию Фтора. Вот греки, отечественные греки, категорически отказывались его считать морем. Вот Черное море, греки – морской народ. Так? Черное море, да, это море, Понты, Пусинск. Все классно. А Азовское море, иначе как Меотским болотом, они не называли. Вы глубины представляете там? При этом в эту мелководнейшую чашку вливается одна из крупнейших рек Европы. Дон называется. В результате соленость там просто смешная. Да? Поэтому те законы, которые на нормальных, холодноводных акваториях работают, в Азове, а тем более с Донской стороны, ну не работают. Ну там и речные раки вводятся в Тогородском заливе, в изобилии, которые даже в Черном море из-за повышенной солености подохнут. Хотя в Черном море тоже очень низкая соленость. Так что с Тором примерно так же, как наравнение. Потому что источник Тор, Йода и так далее в обычной пище, это что? Вода. Да не вода, а мой продукт. А вода в городских условиях по одной простой причине может быть источником Тора. Ее обеззараживают тремя разными методами. На очистных станциях, которые качают воду в горы. Либо хлорирование, либо озонирование, либо фторизм. Только и все. Сама по себе в пресную воду такая субстанция, как в Тор, попасть не может. Ниоткуда. Просто. Скажу так. Такая история. То есть состояние зубов будет сто процентов связано с тем, что она делает? Спитальное. Да. Стоит. Да. По зубам вообще исключительно многое можно сказать по человеку. По состоянию зубов. А то, что для хорошей эмали нужно в Тор, это все хорошо срабатывает в мегаполисе. И абсолютно не срабатывает на каком-то историческом отексте. Дело в том, что там состояние организм определялось не столько привычными нам вещами, сколько причинами, давным-давно побежденными в рамках нашей цивилизации. Ну, скажите, пожалуйста, риск заболевания черной оспой у вас и у ваших детей какой? Ну, любое от заболевания уничтожено. Все, любое нет. Ну, и так далее, и так далее. Заодно, там, я не знаю, половина видов витаминоза. На самом деле, страшный пич для всего человечества в течение обвитного времени. Ну, нет сейчас такой проблемы. Ну, и так далее. Так что, вот, не надо смешивать разные совершенные ситуации. Так что, вот, вот, вот,